ступень 1 я есть открой свой центр обрети опору внутри себя кто мы на самом деле часто ли мы задаем себе такой вопрос кто мы нам кажется что мы все про себя знаем но мы забываем что человек это по сути еще не разгаданная загадка неразгаданная даже для самого себя если вас спрашивают кто вы что отвечаете первым делом называйте свое имя потом может быть профессию место жительства возраст и прочее принятые в социум атрибуты но разве хоть один из этих атрибутов отражает вашу истинную суть то чем вы являетесь в своей глубине то кем себя чувствуете на самом деле определяя свой я через внешние принятые в социум атрибуты мы отождествляем себя лишь с масками которые мы временно носим и ролями которые мы временно играем эти маски и роли могут меняться тогда как суть неизменно когда вам было пять лет вы говорили о себе я когда вам стало 20 лет вы по-прежнему говорили и я а сейчас вы говорите о себе я но ведь за эти годы изменилось абсолютно все сменились роли маски даже тело полностью обновилась она состоит уже из совершенно других атомов чем десятилетия назад но если мы по-прежнему знаем что это я а не кто-то другой значит что-то все же осталось неизменным что-то основательно составляющую нашу суть то что мы называем я что это сознание мысли чувства эмоции намерения желания поступки нет это все тоже меняется со временем значит я это что-то более глубокое какой-то внутренний фундамент опора стержень который остается неизменным чтобы не менялась в нас и нашей жизни мы не всегда чувствуем себе этот фундамент или стержень но он существует краем говорит дорогие вы живете материальном мире и подчас вам кажется что ничего кроме этого не существует и вместе с тем каждый из вас носит в себе другой мир частицу вашей истинной родины откуда вы вышли являясь божественным существом даже будучи вашей биологической оболочки вы можете найти в себе эту частицу другого мира или как еще можно сказать другого измерения краем призывает нас ничему не верить на слов а доверять лишь себе своим собственным ощущением своему внутреннему знанию есть множество слов которым научных и не научных источниках обозначается это подлинное я абсолют сверхсознательное высший разум внутренний ангел бог царство небесное и так далее во всех этих словах нет ничего плохого но они останутся для нас ничего не значащим пустым звуком если вы просто примем их на веру не прочувствовав на себе от того что мы будем жонглировать этими словами ничего не изменится лучше попробовать найти в самом себе вот это самое я не важно как его назвать чувствовать понять на практике что это такое слова я и сим код связи с вашей глубиной сутью чтобы найти свое я на практике есть только один способ заглянуть внутрь себя слушаться и в чувствоваться с намерением понять кто есть я забыть обо всех на свете определениях объяснениях толкованиях которые вы уже слышали от других проникнуться лишь своим собственным внутренним знанием начните с того что скажите слух и я если я если я если повторите несколько раз почувствуйте как отзывается на это ваше существо я если это поистине волшебные слова они мгновенно соединяют вас с вашей глубиной сутью они превозглашают истину о том что вы это не только тело не только внешность и возраст не только уроженец какого-то города и представитель какой-то профессии не только муж или жена сын или дочь мать или отец говоря я если вы провозглашаете что вы целый мир вы вселенная и вы реально существуете здесь и сейчас вы чувствуете себя в настоящем моменте и вместе с тем вечности и бесконечности вселенной не нужно искать объяснений не нужно стараться понять это при помощи логического ума когда вы это почувствуете объяснение не понадобится для обозначения истинной сути человека и мира к району потребляя такие привычные слова как бог высший дух творец и так далее лучшие слова действительно найти трудно но надо иметь в виду что они употребляются не в религиозном смысле где бог часто изображается некой внешней по отношению к человеку силы которая правит нашей жизнью и которой можно лишь слепо поклоняться у краёна бог это единая творческая сила вселенной точнее и творец и творческая сила и само творение в одном лице в этом смысле все что есть в мире это проявление бога потому божественность нужно искать в себе а не где-то там на небесах открыв себе божественность можно обрести внутреннюю связь и единство со всем сущим также божественной по сути и вступить в отношения с богом не на принципах подчинения вышестоящему а на принципах равноправного сотрудничества упражнение 1 примите любую удобную расслабленную позу закройте глаза представьте что смотрите внутрь себя вы можете почувствовать наличие некого внутреннего пространства причем это не пространство внутри тела это что-то хоть и находящееся внутри вас но как бы за пределами тела мысленно произнесите я есть повторите два три раза почувствуйте где-то внутри вас возникает некоторое подобие отклика на эти слова как будто какая-то глубинная точка во внутреннем пространстве резонировать с ним сосредоточьтесь на этой точке еще несколько раз произнесите пока про себя не вслух я есть я есть я есть почувствуйте как внутри вас словно возникает опора центр вашего существа произносите про себя я есть и сосредоточивайтесь на точке опоры пока ощущение центра не станет явственным представьте что вы уклоняетесь в этой опоре в этом центре все глубже и глубже как будто опускаете в нем корни заметьте какими ощущениями это сопровождается если появилось чувство покоя и уравновешенности значит вы все делаете правильно потратьте на это упражнение несколько времени потратьте на это упражнение столько времени сколько потребуется не торопитесь выполняйте ежедневно по несколько раз в день 2 3 5 дней подряд или неделю но не слишком старайтесь чрезмерное старание подчас блокирует результаты отнеситесь к упражнению как эксперименту от которого вообще ничего не ждете результат чаще приходит именно тогда когда мы его не ждем когда начнет получаться первое упражнение переходите ко второму но не раньше ваш краем а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok